Героизация фашизма, нацизма, терроризма прочно вошла в политическую культуру Армении. Об этом говорилось в ходе конференции, проведённой в Баку. Тема мероприятия – Гарегин Жде, героизация фашизма и терроризма. Речь идёт не только о Гарегине Жде. Ряд других известных террористов, сотрудничавших с фашистами, в Армении выдают за героев. Мы хотим проводить такие мероприятия в различных университетах, привлекать к ним молодых студентов и учёных. Нужно регулярно держать этот вопрос в повестке дня, изучать и обсуждать его не только в Азербайджане, но и доводить до сведения международного сообщества. Жде, который всю жизнь пропагандировал антитюркские настроения, был фашистом в истинном смысле этого слова. На его счету множество преступлений. Существует огромное количество доказательств того, что он поддерживал нацистскую идеологию Гитлера. Начиная с 2000 года в Армении проводится государственная политика героизации нацизма. Долгое время это скрывалось, долгое время это делалось подспудно, делалось исключительно с внутриполитическими целями, с целями того, чтобы подчинить основную массу населения этой страны той хунте полевых командиров, незаконных вооружённых формирований, армянских сепаратистов Нагорного Карабаха, которые пришли к власти в этой стране в результате террористического акта в Национальном собрании Республики Армения в 1999 году. Жде, родившийся в Нахчеване, совершал преступления против турецкого народа во времена Первой мировой войны. После её окончания руководил одной из группировок дашнаков, воевавших против турецкого и азербайджанского народов. Под его непосредственным руководством и по его поручению сжигались сёла, учинялась резня населения. «Преступления на Жде одного из идеологов армянского фашизма доказаны. Он был приговорён к 25 годам тюрьмы. Этот человек разработал основу армянского фашизма в современной Армении. Наша главная цель – представить миру правду о нём, о человеке, который создал основу армянского фашизма». По мнению профессора Центра армянских исследований, Павятник Жде основателю армянского фашизма в Ереване следует убрать. Чтобы добиться этого, необходимо распространять правду о нём по всему миру. Медина Гурбанова, Ольвия Сабергазы, Джавид Гадыров, CBC.